здравствуйте уважаемые телезрители в эфире программа час интервью я григорий демонии мы продолжаем разговор с арт-дилером игорь метелицыным начаты нашей прошлой передачи я позволю себе вас процитировать можно да безусловно высказ такую любопытную фразу непонятых гениев больше не будет что это значит степень коммуникации стала другая ван гог знал за свою жизнь там сколько человек очень мало сейчас все рискают в интернете все смотрят и есть уж один проглядел вторую видит или 3 видит поэтому рассказ о том что появился гений какой-то я такого не помню и его и не должно быть художник вне галереи сегодня пробиться не может понимаете это очень сложно хотя и юра куперского а сколько больших художников погибло по цене великих галерей и он очень точно этот процесс описывает понимаете он готов и работаешь он с очень серьезными галерийскими работу юра с глимшером работал с кружья работал и он говорит вот ты работаешь с галеристом и он у тебя покупают работы и ты должен с ним в отпуске ездить там с его семьей этот говорит а почти ты можешь а почему ты не продаешь его за тебя это не должно заботить а пикассо продаю но я же свои деньги плачу это невозможно ну невозможно стало просто в силу технического прогресса невозможно в принципе взять кого-то допустим даже хорошего талантливого скажем художника и раскрутить его с нуля ну наверное галеристом уровня гогозина можно потому что они законодатели мод там по из голове там гогозина и законодатели мод также как и в москве было я мог продавать какую-то картину но хорошего художника но не такое уж что-то серьезное но хороший мастеровой мне нравится мастеровые очень художники то что красный шип называется владение но приходил человек и он видел что известный художник стоит допустим там какие-то деньги 50 тысяч а этот неизвестный но хороший он стоит 12 тысяч у них никаких сомнений нет что раз он в этой галерее находится вместе то он стоит 12 тысяч понимаете мое ощущение другое что я допустим каким-то образом помог очень рустаму хамдамову но он до меня уже был рустамом хамдамов понимаете но он не был насколько знаю не был в больших галереях он не не был так широко известен на западе как художник да и в россии это собственно так ну так вот по честному да кто его особенно знал ну правильно слушайте прошло когда мы его с комаровым феликсом пригласили девяносто пятом году мы его пригласили и у феликса когда была галерея на пятой авиани вот там появились первые полотна хамдамова там а я стал им плотно заниматься именно плотно в девяносто девятом году когда я приехал в россию но понимаете имя художника складывается из триады критики музея собирателей да не моя формула нортона доджа критики сейчас меньше даже стали значить значит музей обязательно в хорошем если есть музей работы это очень серьезный фактор для цены и и и в хороших коллекциях рустам попал в армитаж благодаря как бы моей работе очень серьезной но и куча вещей стеклось потому что допустим а там у них такая премия называлась культурное достояние нации где от газдумы был один человек тогда был по культуре говорухин который любит рустама и знает и петровский и это их питерская премия было и насколько я знаю там сплетню должны были дать сакуров эту премию но сакуров тоже обожатель хамдама большой был по крайней мере когда мы приехали туда а петровский должен был уезжать на вручение государственной премии и рустам это не верил он говорил нет это все я не поеду пришло письмо там за подпись петровская не поеду я грустам я тебе говорю что это все серьезно мы приехали туда и нас поселили в европу там все по-взрослому и на следующий день закрыли эрмитаж и устроил чайпитие там петровский и и экскурсию пермитаж там ри сейфман да ну многие гребенщиков был или это так я сказал тогда петровскому что пожалуйста мы акварель подарим а картину я подарю она моя был только при условии если вы мне дадите справку что она войдет официальная коллекцию эрмитажа коллекции современной искусства эрмитажа не было тогда не только взяли западную художество был известный очень они подумали сутки сказки и таким образом рустам попал первым в коллекцию эрмитажа потом кабаков зашел но в эрмитаж пробиться нельзя но в принципе это не специализация эрмитажа а в третяковской галерее много народа вами тоже нет никого где-то лет пять назад я сейчас только вспомнил разговор с одним телевизионщиком москве и зашло разговора рустами хамдамов и он сказал неизвестно где он что он и вообще это такая странная фигура что сейчас у многих возникает вообще вопрос а действительно был ли такой рустам хамдамов о котором говорили да это гений это небожитель вот он уже гать ничего не сделал в своей жизни ничего не довел до конца и все его проекты вообще если рассмотреть это общем мыльный пузырь нет но он довел до конца фильм вокальные параллели допустим да но это такое авторское кино от хаус на ну просто вся история была все любят смаковать историю отношения там михалкова рабу любви 3 10 там было все не так просто потому что рустам снял первую картину в горах мое сердце во вгике причем со авторстве с девушкой потому что выдавали очень маленькую смету на это дело он сам написал сценарий по сараяну снял это кино все ошалели там кончаловский пишет свои впечатления андро и когда он закончил в гиг его пошел чухраю там было то творческое данное экспериментально и он начал снимать фильм под нечаянная радость или раба любви рустам первый открыл лену соловейна снялась у него в горах мое сердце и была вторая замечательная актриса наталья любле она уехала потом в америку он начал снимать но там сразу был парад амбиции потому что был сценарий горинштейна и михалков андрона кончаловского естественно рустам никакому сценарию не следовал он стал писать записочки он приходил на съемку давал вот этот текст и снимал снимала много снял и его директора мосфильма вызвал и очень пиететно с ним разговаривал сказал рустам скажите пожалуйста когда вы закончите он говорит ну да я в течение там мантризового графика когда он через какое-то время рустам развернулся уехал уехал понимаете и куда он ехал билиси он ираклия кирикидзе жил и т.д. и т.п. и вот правильно кира муратова говорит что ну на него нельзя сердиться он просто он один такой а потом случилась та же ситуация с анна кармазов где он он понимаете очень самостоятельный человек очень самостоятельный в каком смысле не зависящий от другого мнения или самостоятельно в чем но он не хочет никого слушать он считает что он лучше всех в этом понимает он очень не будет делать если обстоятельства какие-то зависит вот кого-то потому что скажем вот с вокальными параллелями начали снимать и и там разворовали деньги казахи снимали там эрик курман галеев покойный снимался и рустам очень любит музыку хорошо и знает и он взял вот этих звезд народных артистов советского союза там казашку одну потом армянку одну и ведущий а там марината литвинового га 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 нис прамс саппическая песня исполняет эрик курман гали разворовали и все опять осело и потом появился такой замечательный парень один коллекционер и он привел ко мне в галерею другого поклонника хамдамова который через три месяца стал премьер-министром казахстан был три года и тогда они обратились сказали ну давайте мы закончим этот фильм и я с рустамом полетел туда так как он не хотел чтобы рената ехала не знаю вопрос был в том я ни с какой стороны в это не хотел вылезать это киношные дела и совсем другие но когда мы пришли сначала мы встретились директором казах фильма еще один продюсер и я им сказал ребят вот смотрите я бы меня пример министра мобильный телефон есть он будет снимать чтобы никаких не было как бы движение что опять деньги кончатся или что-то и договорились да ну и с министром культуры приходим премьер-министру сидели а этот молчал просто он в рубашке и уже сидит молчать я говорю вы знаете говорят что он сложный человек я говорю он очень простой человек он хочет быть режиссером пусть он делает все что он считает нужным я говорю картину закончить не быстро закончили очень а санна карамазов там тоже было приключение ему с одной стороны все время не везет а с другой стороны у меня такое ощущение что он снимает кино независимо от как бы вкусов окружающих ему на это наплевать вот я сейчас на он снимает там бриллианты яхонта я посмотрел значит бриллиант он возил на фестиваль в венецию по моему но это по моему фильм для режиссера многие значительные скажем мастера там кино говорят что мы снимаем прежде всего для себя в этом ничего такого удивительного нет но все-таки кино это дорогостоящий продукт и он должен быть доведен до конца до кассы да вот иначе не получается рустам сейчас небедный человек он живет в дорогой квартире он построил дорогую квартиру в центре москвы он до этого жил напротив консерватории вот в этом палатах бывших каких-то да нет кино его интересует живопись он очень мало занимается но он выдающийся график фантастический вот расскажите немножко о нем как и художники у него есть своя эстетика понимаете и и вот вот это вот немое кино эстетика серебряного века ему очень близко невероятно близко и поэтому он выдающийся график выдающийся акварелист то что он делает на холстах это в основном как бы ну как большие акварели просто он работает акрилом работает очень быстро он работал по крайней мере и он пришелся очень ко двору в россии цены на него взлетели очень сильно это как-то связано с тем что вы стали заниматься так по частным конечно у меня всякого сомнения но дело-то в том что с ним знаете бодливой корове бог рог не дал с ним можно было бы много денег заработать и он заработал бы и ты но он кошка которая гуляет сама по себе не он ни с кем не мог договориться никогда но вместе с тем все люди которые с ним соприкасаются они понимают что это какое-то совершенно невиданное явление и ну вот он такой но здесь его к сожалению с одной стороны а его не знают а с другой стороны его знают очень серьезные люди но настолько серьезное что когда допустим он жил у меня приезжал он позвонил одному парню его звали ремо гудиери он профессор купер юнин и и во франции преподают и мы пошли значит сначала там в одну квартиру выдающийся коллекционер шина умерла доминик доминиль миниль collection такая есть а потом пошли ко второму человеку которую звали франческой пеллизи он владелец журнал антропологии эстетика богатый очень листократ итальянский 5 5 ави не угол по моему 72 2 дом вот эти ребята вокруг как вокруг елки вокруг него прыгали они его знают и когда я мишке миша рассказал шемяки много то что ты понимаешь где ты был говорит не меня не река неизвестно и даже кабака на километр не пустят туда понимаете что мы пришли там три на три автопортрета у орхала был вести ну там серьезные люди они знают рустам ценит его очень высоко но обыватель его здесь не знает но опять же мы говорим здесь нет рынка понимаете если бы люди хотели интересоваться у кого есть его работы в америке у меня каких-то несколько работу у эдика тополе он как бы когда я познакомился ему что-то у него покупал в общем его работ здесь нет при всей вот его необычности там и небожительстве скажем так он как человек все-таки хочет быть известным богатым хочет знаменитым он хочет быть известным и богатым и он пытается быть ну таким лояльным и удобным но ему быстро надоедает это быстро надоедает он не может с этим совладать и я помню был случай когда очень жена предыдущая маша чубайс очень нравится хамдаму и пришел чубайс немцовым к нему вот в эти палаты и он еще выпивал тогда и он вдруг разозлился и сказал что вы что со страной сделал выгнал их чубайса выгнал с немцовым понимаете когда он заболел уже болел у него операция была серьезная он слова не держит не потому что он вас обмануть хочет а вот он значит вот такой он мне говорит я занят вот мы сейчас сделали очень интересный проект мы выпустили с ним когда-то в 99 году афорты когда вы делаете афор чтобы он был насыщенным надо несколько иметь пластин это дорогостоящие вещи в процессе но так как он невероятно креативен рустам то мы сделали одну доску и пол тиража тираж был небольшой он раскрашивал вручную быстро очень делает это один не похож на другой я его уговорил пришел покойный игорь чепусов у меня дома и снял на пленку процесс как он рисует акварель он делает это очень быстро это сохранилось есть во первых у меня где-то есть а во вторых есть у вдовы игоря гаррика черняховского дочка и вот мы сейчас сделали повтор ристрайк так называемый сделали оттиск маленьким тиражом я с ним пять раз говорил рустам давай мы договариваемся не бесплатно конечно но ты их открасишься это будет интересно да 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 потом когда он открасил 10 штук за год и я понял что надо как-то переигрывать это дело потому что ты продавать не можете не можете рашу становить а люди хотели это купить уже поехала лена он с ней хорошо очень общается поехала лига трус там ну давайте половину хотя бы мы сделаем да 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 но он все время кино снимает он более на себя плохо чувствует и сказать ему ну мы с тобой договорились этот случай ничего не говорит понимаете ну опять же я говорю в своей профессии если ты не можешь это понять не занимайся этим понимаете то есть это как бы один из элементов вашей профессии работают но как правило художники сложные люди но они выдающиеся все личности ну как девушка живет с харизматичным человеком и хочется с харизматичным жить а с другой стороны хочет чтобы он был ввел себя как бухгалтер она же так не получается понимаете а эти люди все такие потому что допустим купер личность выдающиеся эрнст выдающийся шемякин выдающийся плавинский выдающийся человек чести шемякина я должен сказать что он как бы один имеет степень уличной известности он самый известный живой русский художник сегодня понимаете что вы 10 человек спросите в москве ну чека 4 слышала про него может 5 но справедливости ради надо сказать что миша довольно много делает в общем для паблисити сам может быть в отличие от купера я не знаю на самом деле им нужны деньги всем но с другой стороны то что они делают для театра там денег очень мало и миша работал с гергиевым да и там ли какие-то проблемы даже я не спрашивал я где-то читал что он там судится гергиев денег ему не заплатить юра в театре работал он работал с сакуру большом театре борис году новый сделал потом в ростове сделал в перми сделал им это нравится понимаете эти вещи делать так вот что касается сделал что миша миша сделал единственный русский художник паблишинг институт построил у него порядка 75 видов литографии 9 сериографии решила графе вообще разница такая что вот шелкографии есть 600 лет это трафаретная живопись и большинство людей я думаю что это на шелке сделано оно для того чтобы отделить вот скажем вещи там билборды майки от арт работы ввели вот этот термин сериограф я помню в первый вообще в русский язык ввел то что стал рассказывать что это такое почему и это правильный механизм потому что когда вы купили литографию вы думаете но денег нет но будут я куплю сериографию а если деньги есть я куплю оригинал понимаете потому что скажем если у него там семьдесят пять видов умноженные на триста пятьдесят или на четыреста грубо понимаете сколько тысяч их нет они разошлись все в этом смысле он очень все здорово делал но он бизнесмен плохой вот в отличие от расхожей легенды что он очень деловой что он коммерческий думаю что нет ну может он ну они тоже не думают про себя вот он сейчас приезжал я не виделся с ним и мы стали разговаривать с ним из сара скал ну вот вы же все говорите что он деловой я блин не секундочку где я говорю что он делал вот выдавали интервью журналу стиле дом сказать что он делал не 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 я сказал что он построил институт свой присутствие мире то есть паблишки институт копируя дали и это было правильно потому что ни у кого ничего нету сериографии усе не акштейна чуть-чуть у олега целкова стану же это же офсет был вот эти все веревочки один миша оказался и купер и купер купер в отличие от миши музейные тиражи все делал у него 30 тираж 50 он очень разбирается очень это любит вообще существует опять же миф про принты что якобы принты делаются только для того чтобы для коммерческих целей для размножения это дураки так думаю потому что есть вещи которые ты не можешь руками сделать а если и попытаешься то это будет убожество для нас это единственно возможное медиа это да и вот в ее машинность и есть то есть если правильно используешь то ты можешь делать фантастические шаги вот общаясь с художниками такого уровня естественно сложными личностями вам приходится что-то в себе в общем для взаимодействия для общения для бизнеса не знаю для дружбы не что-то в себе ломать или преодолевать дружить с ними не надо это разные вещи я спросил фельдмана время я интервью не выбрал просто мне захотелось снять он выдающийся человек дилер я сказал скажите а должен с художником дружить он говорит нет у них своя жизнь он говорит но мы должны понимать кто они такие годы работы порождают лояльность и вот у вас горит всем художников а здесь правила другие здесь идет выставка ты работаешь с этой галереи все семь должны явиться одного из семи выставка потому что приходит их коллекционеры это не нравится ты мне не имеет значения это rules правило прописаны в контрактах и вот семь явились все хорошо но другой день тебя все поздравляют они спасибо прошла выставка ты каждому должен сказать это ничего я очень рад но главное для меня вот твоя выставка каждому из шестерых потому что он говорит они похожи на детей больших и я выучил про них одну вещь ничто смерть в семье болезнь они надолго не могут три дня они начинают рисовать и так же у меня было с рустамом когда он там устроил забастовку потому что его новое русское слово напечатала комплементарно разворот олег сулькин сделал он решил значит что я его предал и стал говорить я думал что мы с тобой искусством будем заниматься от меня на брайтоне пирожки привез торговая короче забастовку устроил ну и я так что-то начал говорить и потом бесполезно я уезжаю москву давайте куплю билет езжай с давидами но он как-то замолк потом он стал значит наташи колодей жаловаться она у меня работал сказать какой негодяй как его предал а через три дня я прихожу он сидит руки сложил в цветной рубашке и мне говорит марина моя бывшая жена что вот смотри говорит рустам какую картину том помирился нарисовал картину и повесил ее понимаете но здесь я хочу сказать еще что лена очень многое сглаживает лена очень многое сглаживает потому что она замечательная не потому что она моя жена она замечательный работник она понимает как с ними нужно и какие-то вещи она берет на себя потому что все равно вы по разную сторону баррикад как бы это ни было между вами деньги это бизнес какую-то она начинает озвучивать там и говорит но я думаю игорь игорь на это согласится к примеру да а так чтобы принципиально ломать нет есть куча всяких проблем с юрой проще юра на западе работал купер он понимает какие-то договоренности другой вопрос их надо было корректировать легче всего с западными художниками работать я работал с выдающимся он умер через месяц после димы мерсед бербер это из хорватии но боснийский художник выдающийся с ним вообще никаких проблем западных художник а все русские художники похоже на евреи за анекдот я себя был царь я жил бы лучше чем царь я вообще немножко шил понимаете вот это вот интересная штука вообще существование неких принципов взаимоотношения человека который представляет художника во вне да ну и так сказать продает его произведение и самим самим творцом вот году в 2010 я случайно обнаружил уже так готовясь к нашей встрече был проведен такой анализ социологически что ли по поводу профессии которые вы занимаетесь арт-диллерство и мне довольно любопытно насколько вы соответствуете вот этим параметрам которые были определены в этом для американского просьба для западного вообще для западного да я вам задам несколько вопросов за из вот которые были сделаны в этом исследовании вы коротко скажите насколько это логерва токер половина дилеров знает историю искусства стальные учились совершенно других областях и большинство имела опыт коллекционирования до того как они стали заниматься половина я могу сказать даже что процентов 80 они истории искусства не очень знали но лео кастели был лоер да айван карп который открыл роя лихтенштейна и анди орхова и сохо организовал он был велич войс репортер фельдман лоер юрист и т.д. и т.п. то есть профессиональных людей которые история искусств занимается там очень мало а опыт коллекционирования до профессии нет у меня не было никакого 30 процентов готовились самостоятельно и 70 процентов учились у других дилеров я думаю что если мы говорим про русскоговорящих никто никого вообще не учился как человек понимал эту ситуацию так и и дело потому что все делать первый раз почему мы упоминали нашу общий знакомым наума олива он по масштабам не денег не художников не был крупным галеристом личность он был крупная личность он эту вещь понимал как никто понимаете поэтому художникам с ним было комфортно а со мной там пришли люди говорят он очень жесткий человек но справедливый да то на работу устраивается с художниками я кроме верноста со всеми в хороших отношениях понимаете с сердцем просто закончились отношения поэтому нет я думаю что там даже посильнее будет может быть почти сто процентов людей которые из другой области средний отрезок времени нахождения в этом бизнесе 30 лет ну я понимаю что к вам это да у меня у меня 20 лет да но в общем тенденция совершенно совершенно четко длительный абсолютно вы репутацию за ночь не выстроите в этом бизнесе для того чтобы директором галереи стать на западе примерно семь лет на флоре работают продавцу большинство дилеров 50 и больше лет и они предпочитают работать с людьми того же возраста подожди к вам это так а ну да наверное так но там еще это россию понимаете там сейчас такой разрыв непрерывности вот как мы фильм обсуждали с вами когда человек заводит роман с девушкой который не знает там когда война была да да но мне комфортнее всего с ними я с молодой девушкой говорю одной который кристи закончил я говорю вот должны появиться из вашего поколения кто-то они вам больше будут доверять понимаете да 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 это правда вот 25 процентов это семейный бизнес ну у меня точно семейный я с женой работаю да в россии наверно нет потому что скорее жены там состоятельных людей там вот курникова да в частности ну марат гельман с женой работы на русскую не ложится процесс изготовления сериографии начинается с оригинала он служит основой для создания матрицы на него накладывают ряд прозрачных пленок например наложив пленку выбираем самый светлый тон и наносим черную краску на все места на картине где мы видим этот цвет это будет первым цветом на новой сериографии потом не очень близкий по тону цвет и фиксируем черной краской все места где он обнаружен и так далее это как серия пленок негативов для каждого цвета вы делаете свой негатив сериографии это называется разложением по цветовым оттенкам в результате у вас получается 100 разных оттенков 100 разных сеток или экранов на следующей стадии вы с помощью сеток пропускаете печатаете только тот свет который соответствует этой сетке вы наслаиваете это в определенном порядке и надеетесь что в результате вы увидите исходный оригинал но на практике этот процесс намного сложнее например для нанесения объемного красного цвета вы наносите несколько желтых слоев а наверх вы наносите синий для придания объема цвета которые используют печатник не обязательно сохраняют свой оттенок в конечном результате это очень сложный процесс никогда не знаешь что получится например напечатав цвет номер 70 виде что нужно вернуться на 10 20 цветов назад подготовка некоторых сериографии занимает не менее года минимальное количество оттенков моих работах составляет 60 а в сложных работах до 120 цветов а что определило выбор круга художников которым вы занимаетесь минут это мой вкус уже конечно исключительно ваш личный вкус мой вкус и возможность понимаете с этим художником каким-то образом работать я допустим допустим я не страшный поклонник самого главного русского художника там кабакова да но у меня и хода к нему не было потому что из всех что мне было иллюзии всех русскоговорящих людей известен в мире один кабаков вот на таком уровне на котором известен там хорст или трейси эмин вот все остальные художники этнического рынка а этнический рынок всегда имеет свою как бы ахиллесову питу потому что опять же цитирую своих интервью прошлых ну раз формула еще новую придумывать один зал пушкинского музея стоит больше чем третяковская галерея да почему потому что на сезана ван гога гогена покупатели весь богатый мир а на русское искусство одна сотая процента российского населения а это говорит что а провинциальности или о чем это говорит какой-то мере да потому что скажем внутри художника самый известный там моревич кандинский шагала не были известны не потому что не были типично русскими вопреки этом понимание совершенно не типичные русские русское искусство провинциально это правда но с другой стороны он искусство видов скажет а вот авангард а вот то сё ну авангард же другую сторону имел помните как это самое театр геркулес женить бы ставил ну ну да поэтому 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 я не знаю вот люди которые дикие поклонники как они бы сейчас спектаклями эрхольда смотрели не знаю понимаете просто вся ситуация что в живописи это остается мне вообще кажется что на уровне литературы новой музыки да это мировое искусство на уровне живописи не какие-то предпосылки к этому вы видите почему так случилось абрама фрос которого я очень люблю цитировать у него написал книжку профили тоненькую двадцать втором году где он делал обзор всех на тот момент значимых художников и он сказал что русская живопись похоже на музей провинциального города жители этого города его страшно любят но к общему мейнстриму это никакого отношения не имеет понимаете потому что допустим сейчас вот новый музей появился в москве от олигарх один анисимов по моему он сделал новый музей 500 картин реализм я хочу утвердить или их два два брата по моему банкиры такие православные ну по моему если не не смеет память от москве давно не был 500 картин реалистично я не знаю сколько но думаю что вся вся это все эти 500 картин стоит порядка 5 миллионов долларов музей потому что русские могут зайти только вот на уровне шока который абрамович сделал там бронкузей купил или фройда да потому что русские которые в лондон уезжает они им говорят зачем вы покупаете русской все-таки цены высокие на русской начните покупать то что реализуемое на всем остальном рынке потому что вот это реализуемо только на русском рынке это этнический рынок и что китайское искусство какое-то новое стало или индусы там лучше стали делать богатые люди появились богатые люди появились которые хотят свою этнической покупать этот рынок всегда был двуполярный и началось стать из америки здесь есть америка на которые покупают да там индейц джо с фермером там кстати вы наверно знаете чтобы было такая формула о том что настоящее искусство в европе а в америке есть деньги и вот это вот эта формула была до второй мировой войны а потом абсолютно естественно переместилось все сюда потому что первых здесь появились три больших художника декюнинг ротко и полок да и после этого костыльевская группа пришла все эти поп-артисты раушенберг ну и так далее и вот или она зоне бен которая была женой лео костыли она открыла галерею в париже и пыталась начать продавать раушенберга ну американцев их никто не покупал поначалу вам расскажут причем я слышал от авторитетных людей и от миши шемякин и от эрнста вот цру дало деньги значит раскрутили американцев действительно деньги очень многие определяют но опять же кто покупал вздул цены на ротко и пунцы и пунцы очень много покупали до кризиса девяносто первого года первый кризис серьезно случился девяносто первом году война в персидском заливе много всяких статей писали да но единственное что какой-то результат дало то что я написал в газете ведомости 10 лет назад 5 статьи об инвестициях современного искусства и первые три статьи были посвящены просто курсу молодого бойца и начинались они с кризиса прошлого где приведется пример как аллен де лон купил картину модельяне и когда он решил ее продать он потерял деньги вот кстати вопрос который меня постоянно мучит вот в течение всего нашего разговора соотношение цена качества да вот в вашем бизнесе иногда нормальных людей просто сводят с ума потому что никто не понимает каким образом вот эта цена появилась и насколько она адекватна тому за что ее заплатили ну рынок манипулируем слушайте это маленький объем денег это ну всех денег в арте крутящихся в год 30 миллиардов долларов что это за деньги понимаете вы там сравнение рынок манипулируем есть замечательная книжка которую написал англичанин один экономист как продать чучело акулы за 12 миллионов долларов да начинал с хорста толковая книжка он про всю химию на аукционах рассказывал но я так понимал что он глубоко не чувствует потому что это буквально написано было за полгода до кризиса кризис в 2008 году случился сильный но когда случился кризис на рынке реал эстейта арт рост невероятно но что случилось с американским артом все вернулось все восстановилось у русских нет понимаете на русском рынке нет но вот вы говорите о манипуляции рынка кто манипулирует арт-диллеры галеристы вы знаете я когда приехал в россию да я вот мучился как с людьми которые никогда не покупали арта значит объясняться на как на каком кодовом языке потому что гритна нравится не нравится это смешно это как бы вопрос вкуса там критериев нет и я вот придумал такую вещь и называлась три принципа лондон контемпорари арт и опубликовали фарт хроники в первом номере где все сводилось к трем пунктам что первое цена должна быть справедливой у каждой картины есть цена что такое институт цены статистика продаж на галенья на ведущих аукционах сотби кристи прежде всего и в серьезных галереях должен быть институт цены ссылка вы зашли в интернет и посмотрели другой вопрос допустим такого же размера картина может стоить два раза меньше но там уже вопрос качества там уже как бы другой вопрос значит институт цены если мы герб инвестициях ну какой то надо иметь институт прогнозирование инвестиции до понимать пример в какую сторону это может пойти и третье самое главное институт ликвидности а институт ликвидности вы какие-то гарантии должны дать и это появилось здесь здесь и то есть допустим замечательная книжка была коллектинг contemporary 2005 года что галереи продавали какую-то картину с договором что человек если захочет продавать галерею имеет право первой ночи выкупите по рыночной цене если она отказа он может идти куда-то да это дело то есть все равно это механизм безусловно экономически а как дергают за веревки ну мне кажется что ну да и аукционные дома их судили же и сотбе и кристи судили за сговор понимаете и аукционные дома и арт-дилеры я сейчас говорю немножко немножко о другом знаете вот я захожу много лет назад в один в одну из галереев сохо и вижу какая-то стоит цена там примерно 12 15 тысяч долларов бутылка и там написано что это call в сорок девятого года вот такого там человека но это любимый пример миши шемякина да ну я я я я не знал это это то что я держал эту бутылочку в своих руках и я буду как это получилось да что вот за это но это как раз актуальное искусство то что эрнст написал когда-то очень хорошую статью лучше у него книжка кентавра есть называлась гений на рынке искусства я когда начинал это я все это начал читать самообразовываться и он говорил вот и лежит мешок с мусором сохо но если вы занесли в галерею или костеле это объект арта но стоит деньги что гарантирует его стоимость репутация костеле вы знаете что на дамьяна хорста допустим падение на 40 процентов произошло а это самый дорогой художник да это уже индустрия когда он говорит вот у меня там 40 помощников я делаю одновременно там 12 выставок и вот точечка такая стоит столько то такая но если люди через галериста какие-то получают гарантии и покупают только на с точки зрения инвестмента это одна ситуация потому что все очень просто смотрите количество богатых людей растет геометрической прогрессии а количество креативных людей уменьшается это абсолютно эффективный процесс понимаете поэтому когда вы берете в хаосе искусство да и и и и вот мы выпивали я зураб константинович церетель и юра купер и зураб очень умный человек зураб очень умный человек и и как бы замечательный президент академии и я ему говорю зураб константинович вот смотрите вы мне говорите игорь давай сделай выставку своих ребят я на это дам деньги да я мне кстати не 1 рубля никогда не получил от российского государства или от кого я на это дам деньги и я ему расскажу зураб константинович я не могу потому что не диму не бы нет работ дима будет работу делать долго месяца три или четыре да если нам повезет не у барбера нет работ им чтобы сделать работу нужно время я говорю если вы придете к актуальщикам они скажут за неделю мы все сделаем какие проблемы понимаете та же ситуация происходит глобально но она просто связана с тем что никто не хочет признавать наличие голого короля понимаете да вот это кстати тоже тема которая хотел коснуться обязательно в разговоре с вами можно ли представить скажем такую ситуацию что несколько влиятельных арт дилеров договариваются о том что давайте в общем сдуем цены на это направление да или на эту группу художников такое возможно конечно почему нет а такое бывало понимаете сказать что такое бывало этом упомянув серьезные галереи это попасть под судебные разбирательства я абсолютно уверен что конечно а потому что допустим одни из самых влиятельных людей в мире искусства это не гагозин и не не глимшер не поезд галереи у гагозина две галереи а вот люди у которых галерея в карлайле понимаете они из ирана или из сирии по моему они сирийские евреи я не уверен но вопрос ведь в том что у них хранилище в районе женевского аэропорта где не надо налогов платить у них сумасшедшее количество арт сумасшедшее количество картин и у них перференции на аукционах допустим разные допустим если они на аукцион на аукционе берут картину они могут 10 процентов внести и долго не платить и у них есть время поставить ее на перепродажу все про них знают но сделать никто ничего не может они относятся к этому очень прагматично и холодно понимаете поэтому мне кажется что вот должны выстраиваться отношения персональные да галериста с клиентом другой вопрос другой вопрос что допустим произошел кризис и цены опустились и и тебе может сказать ну зачем мы эту вещь покупали вот смотри на нее цена упала ну и на и и на рублевке сейчас за 6 миллионов можно купить то что 20 миллионов стоил понимаете это это реал стоит но если вы стрелы стоит там можете допустим на каком-то уровне на 20 процентов понизить и продать с картиной вас не получится потому что реал стоит это другого другая категория товара мне кажется что и если это касается москвы там другой механизм вообще вообще другой механизм но все равно кто-то формирует моду скажем нет к сожалению ее нет этой моды потому что допустим сегодня глупо привозить что-то продавать когда все летают за границу на джет так своих понимаете хорошо приняли закон о ввозе и вывозе который упростился это благодаря шуткому конечно произошло нет там общей политики к сожалению это там нет рынка его не существует в россии он не выстроился за эти годы и мы смотря на наличие серьезные деньги абсолютно его нету потому что рынок выстраивается он состоит из разных сегментов вот есть основание пирамиды маленькие галереи которые рамочные мастерские как в америке потом повыше 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 а в россии вдруг неизвестный человек ему взбрело он берет и начинает покупать арт ну а что такое для списка форбс взбракнуться человеку 20 миллионов потратить да ерунда понимаете он становится он покупает как ему нравится но это к рынку никакого отношения не имеет сколько людей а покупали какие-то художники фэкс купали на корне думали что они вырастут не вырастут они никогда нет шанса вот этот разговор давайте мы этого раскрутим никого раскрутить по большому счету невозможно есть какие-то вещи допустим мой коллега анатолий бекерман да у него хорошая галерея и его заслуга он там раскрутил бурлюка не сфельда и т.д. и т.п. но много лет на рынке и правильно все это делал без эмоций без как бы сентиментов но он здесь живет в нью-йорке у него пожалуй самая сильная галерея русская в америке в америке вообще галерей русских практически нету и в канаде думаю тоже вот а что касается москвы допустим у триумфа своя политика у наших художники своя политика у риджины своя политика другая тенденция это появилась дочки олигархов олигархов становятся галеристками потому что это модно модно да модно но тоже как бы работает плохо потому что самая первая кто это попробовала стелла кисаева она открылась теста стелла fine art она жена кисаева серьезные деньги но она быстро уловила что они все делают одно и то же первая выставка кабакова а потом энди орхова вот гараж открыли но тоже самое кабаков потом орхов чтобы народу собрать но у этих девушек не стоит задачи деньги зарабатывать следовательно стелла переформатировала все в foundation да даша жукова тоже foundation гараж а это абсолютно четкий бизнес где вы должны приход с расходом считать и у этих девушек ничего здорово ошибка не получается почему если вы хотите быть в глянцевых журналах вам надо заниматься актуальным искусством понимаете в россии серьезные галереи которые антиквариат продают ну да и это держится в общем достаточно сколько я знаю стабильным уровнем ну потому что во первых эти ребята в отличие от нас всех занимались этим подпольно советском союзе и когда это рухнуло все у них были опыт и деньги во вторых возникла такая ситуация вася должен фильме деньги у него нет денег он говорит фима возьми и вазовского у меня сколько он стоит 250 я узнаю не год за 220 за счет долга возьму понимаете это россия мы-то там вернулись до петровским временам вот по поэтому да значит никаких проблем нет ни один клиент мой сказал у которой очень хорошая коллекция плавинского очень хорошая как бы я там ему советовал и он меня послушал и купил первые две работы а сейчас у него там 13 работ плавинского молоков еще в один человек есть наверно цуканов лондоне игорь хороший очень коллекционер я могу ему сказать там назовем сереже сереже плавинский хороший художник но горит ну хорошо тогда он недорого стоил а потом он приходит через четыре дня он как будто связан с властными структурами говорит слушай ты прав я посмотрел в закупочном списке газпрома стоит плавинский вот это для них аргументы более весомые понимаете а вот эти все антикварщики они сидят им надо продать две работы в год они как бы выживают хорошая работа появляется на аукционе и покупает рынка нету но там еще как бы и другая вещь мне кажется мне кажется что там есть определенное уныние такое воздухе я давно не был москве по ряду причин собираюсь поехать но и как бы разговариваю потому что тот момент когда начался мне кажется что вот 2002 года до 2008 никогда так в россии сытно не жили даже нет не люди с деньгами люди с маленькими деньгами машины стали покупать в кредит а у людей это больше с большими деньгами вот было чувство мы здесь будем жить всю жизнь нам тут здорово хорошо понимаете дворцы эти строились а потом когда люди стали в лондон уезжать стали продаваться эти вещи их русское искусство перестало интересовать многих многих лондонскую миграцию не надо сразу сравнивать с нашей она эмиграции денег прежде всего ни крови ни каких-то других вещей вот поэтому мне кажется что вот деньги есть но все вернулось ментально к тому что начинает опять люди покупать просто недорогие картинки обычно мы используем от 50 до 100 сеток экрана сначала мы очищаем сетку растворителем моем ее и очищаем сжатым воздухом сетка должна быть безупречно чистой затем покрываем ее эмульсией которая в дальнейшем фиксируется ультрафиолетовым излучением и прикрепляется к сетке для лучшего сцепления с ней затем выделяем пятна через которые должна продавливаться краска только одного цвета и наносим второй за слой защиты в тех местах где краска продавливаться не должна после этого сетка готова к работе специалист по цветоделению берет прозрачную ацетатную пленку и выбирает места для работы с определенным оттенком в данном случае это волосы и веер еще несколько пятен исходными цветами являются черный коричневый а также немного оранжевого вручную сепаратор переводит рисунок который должен быть виден и точно нанесен на пленку сейчас вы видите сериографию на промежуточной стадии там уже использовано 35 40 цветов экранов и понадобится еще примерно столько же порядка 40 для завершения работы над матрицей для своих живописных работ рой фирчайлд предпочитает технику сериографии хотя его фигуративные рисунки и пастели он предпочитает издавать в технике афорта большинство фортов роя фирчайлда печатаются с помощью трех пластин и содержит от 10 до 15 цветов сейчас я работаю над самой важной третьей пластин и на которой выгравированы все окончательные самые тонкие детали если ты хочешь получить качество ты должен потратить время и труд минимум три месяца уходит на то чтобы напечатать тираж уже изготовленным пластинам пластины изготавливаются лично художником вручную это занимает от 6 до 12 месяцев тираж после печати докрашивается вручную рисунок на пластине выполняется с помощью травлений медной доски кислотой афорты печатаются под таким давлением что приходится покрывать поверхность медной доски стальной прослойкой через каждые 50 оттисков после печати афорты подвергаются многочасовой ручной доработки строго по эталону выполненному роем фирчайлдом для нас очень важно чтобы все детали соответствовали всем требованиям роя для доработки афортов мы используем старую технику удаления излишков пастели хлебом арт дилерство уникально в смысле долговечности поскольку скажем в штатах малые фирмы разоряются где-то 66 процентов за два года а арт дилеры вообще в бизнесе более 30 лет вот почему это так как вы думаете ну слушайте я когда-то сказал своей супруге игру лен это прелесть нет пенсионного возраста кастели там в 91 один год женился потом умер да потому что вы очень по мандельштаму потом опытом безосчетного не выиграю очень долго набираетесь опыта да и это берет годы поэтому я допустим говорю у меня спрашивают люди вот как это сделать я говорю я знаете на 30 процентов только знаю что нужно делать а на 70 знаете что делать не надо она не будет работать понимаете поэтому допустим я сейчас я сейчас я с удовольствием бы наверное при других условиях мог бы быть эффективным в москве но не на этом рынке и мне это почему ты в манхэттен я говорю нет меня тут никто не знает вот и получается что кастели и многие люди которые понимают вообще что им предстоит это же никаких нет гарантий что вы будете финансово успешно очень мало народу финансово успешно галереи если открывается и стоит три года в нулях это надо снять шляпу понимаете все она в нуль в ноль простое в россии допустим стоимость существования галереи мне интересно было там у айдан директор написала сколько галереи ну 30 тысяч в месяц долларов примерно просто ее существование понимаете а здесь это долгосрочно все потому что лишь на пять лет со штрафными санкциями и вы откроете и к вам никто не придет потому что здесь надо покрутиться лео кастели имел айвана карпа правой рукой и когда они десять лет отработали самыми лучшими и карп ушел от него у карпа было тысячи предложений вот тысячи предложений просто его знали как правую руку лекасты примерно 85 процентов сказали что основа их бизнеса тесные отношения с клиентами с обеих сторон конечно это интимный бизнес то есть как бы вы с клиентом заводите отношения вот какие такие как должны быть в семье я говорил своим скажем продавцам всегда вот пришел человек вы садитесь мысленно его кресло что ему нужно а не что вам нужно на длинную дистанцию это всегда работает потому что слушайте люди не дураки раз они заработали денег пусть ничего не они не дураки не чувствует и когда вот такие отношения это как бы самый самый лучший вариант но они непростые таких клиентов очень мало понимаете в россии допустим человек может одному клиенту там на очень серьезную сумму денег продать и ему как бы даже меньше интересны другие но вы должны думать не защищать не художника клиента потому что допустим вот у меня четыре картины хамдаму я хочу их продать мои очень хорошие пыль после выставки я знаю что одному человеку я позвоню человеку он купит все четыре не вопрос не цена я звоню четырем разным и разбрасываю в четыре разные корзины потому что только таким образом вы гарантируете что если выскакивает где-то работа по дешевке и моментально кто-то скупит она не поломает рынка понимаете еще любопытно 70 процентов отметили что испытывают трудности с входом новых лиц ну наверное это так понимаете мне я сейчас совершенно в замечательной форме да как профессионал но делаю что-то очень мало вот это 33 года не был в москве в москве галереи да которые носят моим очень условно она я как бы там как бренда и еще по каким-то вопросам выступаю но даже вот в этих условиях я бы очень как комфортно себя там чувствовал и чувствовал бы сколько меня ноги носят понимаете вот в этом смысле я говорю что нет пенсионного возраста здесь это все правильно но здесь другая игра пить я в данном случае могу только свой опыт комментировать ну понятно поэтому это мне это как бы интересно как это соотносится и что меня больше всего в этом опросе поразило это то что 25 процентов арт-дилеров сказали что дилерство для них это не бизнес а образ жизни позволяющий приносить доход у садим согласно на сто процентов я же говорю я сегодня душ принимал думаю ну как то подумал о разговоре да с продолжение нашего разговора который и подумал как я еще хоть какие-то деньги сумел заработать потому что в общем это был все совершенно фантастический спектакль персонажами с которыми я по сне их не увидел конечно это образ жизни абсолютно точно я допустим с фильмом разговариваю и говори ему скажите пожалуйста а что является определяющим при выборе художника он говорит вот айван карп сказал что мой вкус он говорит и мой вкус тоже я в эту же вещь условная вы вспомните что кастель и не брал орхола два года в свою галерею потому что он ему не понравился как он себя повел когда они пришли домой все равно не лишены как бы все это человеческих вещей но это да это интересно но как вы допустим решили снимать фильм какой-то безумный его придумали и вы ухитрились и деньги найти и актеров и со всеми договориться у нас получается этот фильм да вот это вот ардилерство потому что русские что делают они берут фильм снимают и везут его в каны где-то а эти едут и разговаривают вот мы возьмем там музыка моряконе сценаризм это братья коем будущее это интересно те года пожалуй это интересно тогда мы начинаем это делать понимаете это это правильно сожалению наше время подходит концу подошло уже концу я вам желаю чтобы ваш замечательный удивительный образ жизни и спектакль в котором вы участвуете продолжался кому-то дольше у нас в гостях был игорь метеллисон спасибо грегори мне было очень интересно спасибо что пригласили